Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Эффект перелистывания вот этого листков. Это будет все слышно. Увеличение книги. Автоматическое перелистывание. Очень эффектно смотрится. Нужно заметить, что компонент платный, но достаточно интересен в настройках. Давайте в этом видео взглянем на этот компонент, посмотрим, как его настроить. А настроить можно его достаточно гибко в Joomla.com.content через шорт-коды, которые генерируют данный компонент. Вы сможете внедрить свои книжки, 3D-книжки, статьи Joomla, на странице Joomla, в HTML-модуль Joomla и так далее. Итак, прежде чем я вам покажу настройки этого компонента, 3D-фликбук, небольшие советы по загрузке сначала PDF на саму Joomla, потому что у вас могут возникнуть проблемы при загрузке, а они 100% возникнут. Нужно заранее подготовиться. Я вам подскажу. Смотрите, в настройках Joomla, Content Media Manager, вы зайдете в настройки. Обязательно убедитесь, чтобы у вас загружаемый файл, максимальный размер, у вас будет 10 мегабайт, скорее всего. Я поставил 100 мегабайт. Это первое. Дальше сохранить и закрыть. Но здесь еще у вас может быть ограничение на загрузку. Попробуйте не отключать. Это некая защита Joomla. Попробуйте с ней. Самое главное, что разрешенные документы PDF здесь разрешено. У меня тестовый сайт, я отключил. Сохранить и закрыть. Плюс еще вот что может быть. Давайте я перейдусь в систему расширения. Когда мы загружаем какие-то расширения, вот здесь еще есть такой размер, максимальный 50 мегабайт у меня стоит. У вас может стоять гораздо меньше, даже 2 мегабайт. Вот это значение зависит от хостинга, если вы на хостинге находитесь. Вам нужно пройти в настройки вашего хостинга, там где вы можете настроить PHP-версию. Это где-то в той области должна находиться настройка, где вы можете выбрать лимит. Если вы затрудняетесь делать самостоятельно, просто напишите в техническую поддержку вашего хостинга. Они компетентно в этом вопросе вам помогут увеличить вот этот загружаемый объем. То есть он увеличивается в PHP-файле на хостинге и потом здесь у вас будет увеличено стоять. Если у вас, например, 2 или 10 мегабайт. Потому что PDF-книжки, они могут быть тяжелые. У меня там и 17, и 60 мегабайт есть книжки PDF. Еще один момент, который может препятствовать при загрузке. То есть сама Joomla не пишет, почему не загрузилась, просто пишет ошибкой при загрузке. Но на самом деле, давайте я пройду сейчас контент Media Manager. Названия самих PDF не должны быть на русском языке. Это английские буквы либо цифры. Вот вы видите, загружен у меня раз, два PDF. Видно, что два .PDF, один .PDF. Вот имейте в виду, потому что у меня с русскими не загружалось. То есть у меня уже загружен два .PDF. Я буду показывать на примере этих .PDF. Теперь компонент устанавливаем. Итак, значит, разработчик на странице каталога Joomla. Вот этот 3D-фликбук, конкретно его будем рассматривать. Он платный, как я уже сказал. Ссылку вот на эту страницу, где вы можете ознакомиться более подробно и при желании купить этот компонент, я оставляю все ссылки обычно на сайте fedorovasilev.com в соответствующей статье. Если вы это видео смотрите с какой-то платформы типа Routube, YouTube, Яндекс.Дзен, то ссылка всегда будет в описании на статью. В статью провалитесь, и там все ссылки найдете. Вот на этот 3D-фликбук тоже. Итак, он у меня уже на компьютере. Давайте я перейдусь в систему. Установим на сайт. Расширение. Итак, я компонент zip-архив просто перетаскиваю из папки вот в эту область. Или можете нажать на кнопку «Выбрать с компьютера», как вам удобнее. Нажимаю, идет установка. Точнее, отпускаю мышку с архивом в этой области, и идет автоматическая установка. Установка пакета успешно завершена. После установки у вас будут находиться компоненты. Вот его название. Если я сюда нажму, здесь у нас ничего нет. И давайте сразу приступим к загрузке. На примере я двух покажу PDF-книжках. Нажимаю на кнопку «Add new book». К сожалению, нет русского языка. Здесь все на английском. Да, но вы можете еще по категориям разбивать, если у вас планируется много книжек разных. Тогда я предлагаю нажать сначала вот сюда, вот видите, категории. И вы можете создать неограниченное количество категорий. Как только сюда зашли, нажимаем «Add new категорий», то есть создать новую категорию. Называйте как угодно, можете назвать ее по-русски. Я назову «Demo», можно добавить описание. «View mode», «Lightbox button». Но это пока мы оставляем как есть, сохранить, закрыть. Вот у меня есть одна категория, в нее я буду складывать книжки. Вот, категорию создали. Сразу мы видим, смотрите, шорткод. Вот отсюда мы можем скопировать. Допустим, в этой категории 10 PDF-книжек я могу просто скопировать шорткод и вставить в статью, или на странице Joomla, или в HTML-код модуль Joomla. В общем, в ком контент самой Joomla. И книжки будут корректно отображаться вот с этим вот шорткодом. Или если мне нужно поштучно вставлять каждую PDF-книгу в разные статьи, например, тогда у каждой PDF-ке будет свой шорткод. Мы сейчас с вами посмотрим. Здесь я нажимаю «Books», то есть возвращаясь, так сказать, выхожу с категории и нажимаю вот «Add new book», то есть добавить новую книгу. Название. Ну, я назову «Test1». Дальше категории, которые мы только что создали. У вас здесь будет список, если много создадить. Вот она, «Demo». Выбираю ее здесь. Дальше здесь есть несколько вкладок. Вот здесь вот есть имидж, загрузить имидж или PDF. Я буду загрузать PDF. Но вот здесь, видите, нет кнопки «Загрузить PDF», так как мы загружали с вами через Media Manager отдельно. И вот здесь нужно указать правильный путь до конкретной PDF-ки. У меня это была корневая имидж, например, называется 1.PDF. Соответственно, если вы загружали в другую какую-то папку, то здесь надо указать весь путь. Дальше. Здесь я выбираю кнопку «Lightbox». «Lightbook». Появляется окно «Это для обложки». Чтобы была обложка, картинки у меня тоже загружены. Вот у меня есть некие картинки. Выбрать. То есть первоначальная картинка, именно лицевая сторона книжки или журнала, она загружается вот здесь. Ну и есть другие тоже настройки. Дальше нажимаем «Сохранить». Одну книжку считаем и добавили. Здесь «Закрыть» нажимаем. Вот она, тест добавлено. Вот видим шорткод конкретной книжки. Нажимаю «Add New Book». То есть добавляю вторую книгу. Это будет «Test 2». Также категория «Demo». И это у меня книжка, она называется «2.pdf». Находится в корневой также папке «Image». Здесь я не забываю обложку подгрузить для второй книги. Выбрать. Сохранить. Закрыть. Уже этого достаточно, чтобы мы даже не смотрели глобальные настройки. Достаточно для того, чтобы мы могли посмотреть, как выглядит книжка PDF, как она работает уже на сайте. У нас есть рабочие вот шорткоды. Давайте на фронтальную часть сайта я посмотрю на свой тестовый сайт. Вот у меня есть некие статьи. Например, статья «Test». Давайте попробуем вставить сюда. Вот видим, здесь нет никакой PDF. Я просто копирую, например, шорткод книжки «Test 1». Не закрывайте эту вкладку, пока вы тестируете. В другой вкладке «Браузер» я пройду «Материалы». Вот «Test статья». Статья раскрывается. И я вот здесь вот просто вставляю шорткод. Сохранить. Обновляем страницу. Видим, книга и уже при наведении есть некий эффект поднятия страницы, говорящий о том, что вот я книжка, да, можно меня листать. Смотрите, как дальше удобно все происходит. Я нажимаю мышкой. Идет загрузка. Загрузка зависит от размера PDF. Первая картинка. И внизу стрелка. Смотрите. Листает. Все замечательно. Есть стрелки вот по бокам, вот здесь вот слева-справа. Можно увеличивать, уменьшать, делать, вообще раскрывать на весь экран. Кнопки «Поделиться». К сожалению, русских социальных сетей нет. И другие кнопки «Скачать PDF». И все эти названия, их можно легко поменять на русский язык. Сейчас покажу где. И отключать опции. Например, не хотите, чтобы их скачивали. Отключить ссылку можно, чтобы она тут не отображалась. И вот так по крестику вот здесь вот закрывается. Она закрывается. То есть очень круто смотрится. И можно сделать так, чтобы автоматически, вот так вот она автоматически листалась с заданным временем. Если хотите, то есть когда человек ее открыл, он слышен даже звук, что это листается книжка. То есть очень крутая штука. И пока отсюда не ушли, давайте сразу посмотрим, что это мобильно адаптивно. Я сделаю сейчас правой кнопкой «Просмотреть код элемента». Имитация мобильного устройства. Нажимаю на книжку. Она раскрывается. Элементы умещаются в экране. Посмотрим. То есть да, конечно, мелко, но что вы хотели? Это мобильное устройство. Вот развернем экран. То есть все тоже нормально смотрится. Человек сможет увеличить, если что. Вот так мышка перемещается, если ему что-то не видно, если он все же зашел с мобильным устройством. Давайте пробежимся по глобальным настройкам. Здесь, конечно, можете просто поиграться, посмотреть отображение вообще разных тут моментов, что-то скрыть, что-то показать. Здесь я подробно останавливаться не буду. Есть здесь вот такая вкладка. Транслит. Вот когда загружается книжка, там написано лаудинг. Вот здесь вот можно писать загрузка. И тогда будет по-русски написано. Off sound. Выключить звук. Здесь, ну, можете через переводчик перевести, если английский не знаете. В общем, все фразы, которые отображаются на фронтальной части сайта, там next page, следующая страница, зум увеличить, да, и другие. То есть, по идее, все вот эти вот фразы надо перевести на русский язык. Тогда все они будут на русском языке. Единственный момент, вот здесь подскажу. Скажем, вот здесь share, это поделиться. Вам надо поменять только вот это. Вот это, скорее всего, здесь вот есть описание, что это такое. А вот это трогать нельзя. Это, скорее всего, будет подставляться на какие-то динамические данные. Вот это вы не трогаете. Все, что в фигурных скобках, вы не трогаете. Все остальное здесь, я смотрю, остальное вы все можете переводить. Также хочу заметить, глобальные настройки могут настроены быть для всех книжек, или вы можете настроить для каждой своей настройки. То есть, смотрите, если я перейду вот сюда, вот видите, здесь написано Global Settings. То есть, вот эта книжка, тест 1, она слушается настройок из глобальных, как вы настроили глобально. Но вы можете какие-то моменты, то есть 3D, 2D книжка, выбирать конкретно для этой книжки здесь. То есть, какие-то элементы, вот эти элементы, вы можете решать. Заливка цветом сзади, за книжкой какой будет, или заливка может быть картинкой, за книжкой, сзади background. Все эти моменты могут настроены быть индивидуальны для каждой книжки в отдельности. Ну и смотрите, самое интересное, если я перейду в категории, как это будет выглядеть списком. То есть, когда сразу вот в один ряд несколько книжек из одной категории. Вот у меня есть категория демо, я беру шорткод отсюда, перехожу в статью, этот шорткод я убираю и вставляю шорткод категории сохранить. Иду на сайт, обновляю страницу, и видите, как будут выглядеть книжки. Я добавил две, то есть, они будут вот так вот в ряд располагаться. То есть, это очень прикольно смотрится. Вот так вот человек откроет и сможет пролистать ее. Надеюсь, урок для вас был полезен, интересен. Компонент, вы видите, рабочий. Стоит он недорого. Если интересно, то, конечно, для своего сайта приобретайте такую полезную штуку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok